всем привет дорогие друзья дорогие друзья мы снова ну точнее продолжаем наше видео из марлина и сейчас будем показывать вам еще много всего интерес или ближайшие кафе здесь очень жарко друзья влажности нет очень жарко и взяли вот такой вот напиток попробовать традиционный для марли называется асир похож на лимонад в нем есть лимон и также есть корица имбирь и лимон еще какая-то местная травка в общем такой освежающий приятный напиток вот именно в эту жару самое то сожалению музей закрыт потому что сейчас байрам и выходные а еще мы встретили здесь невесту и как вы знаете встречать невесту это к большой 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 удаче такое интересное платье голубого цвета как я уже сказала музей к сожалению закрыт но покажу вам как он выглядит хотя бы снаружи по улице мардина можно ходить просто бесконечно вот такой вот здесь магазинчик красивыми фонариками и еще одна улочка посмотрите на эту красоту а вот так вот выглядит изнутри одна из кофеен а это называется культурная улице культур сока атмосферные улочки мардина и мы идем в сторону одной из церквей кстати эти дома были построены ну примерно 1200 лет назад друзья вот эта милая женщина пригласил нас себе в дом раз гульджан и этому дому 700 лет представляете и она делает вот такие вот обереги обереги арамейские обереги для дома различного цвета мы купили у нее вот такие вот обереги и пишите комментарии обязательно к этому видео и кто-то из вас смо из вас сможет выиграть один из таких обереги вот так вот выглядят летние террасы и наверху живет еще одна семья посмотрите очень в прошлом видео друзья вы видели как эти улицы выглядят ночью совершенно пустынно а днем здесь открывают многочисленные магазинчики и очень кстати многолюдно сейчас мы пришли в одну из самых старых мечетей мадзина постройки 1190 года очень грандиозное красивое сооружение вот так вот выглядит эта мечеть изнутри очень интересная форма длинная не квадратная как обычно все мечети или круглая а вот такой вот вытянутой прямоугольной формы мы прошли с Айханом весь город доли поперек спустились вот туда в самый низ и теперь поднимаемся на самый верх обратно очень многие улочки ведут наверх но что самое интересное вы никогда не заблудите здесь потому что все улицы либо ведут вниз если уйдете вниз либо ведут наверх в какую сторону бы нам пойти туда или туда пойдем туда туда или туда очень долго гуляя по Мардину мы зашли с Айханом в кафе взяли вот такие вот дюрюмы которые стоят 7 лир и посмотрите где наше кафе находится также в старом доме вкусно? после долгих прогулок очень вкусно здесь также есть городской музей вход в этот музей стоит всего 2 лиры и посмотрите какая красота красивая Айхан да? красиво? красиво очень красиво здесь видите представлена карта в этом музее и можно увидеть что Мардин вот сейчас территория Турции идет таким вот образом и Мардин располагался на территории древней Месопотамии Аланья у нас вот здесь а вот здесь у нас находится Мардин а здесь изображена фигура мужчины который вырезает из камня вот эти вот удивительные узоры которые мы видим на многочисленных зданиях и мечетях друзья знаете чем уникален город Мардин вообще этот регион тем что христианские католические храмы иудаистские также мусульманские мечети расположены совершенно рядом и люди разных люди разных религий живут вместе в понимании в спокойствии в принятии друг друга и празднуют праздники вместе например христиане празднуют вместе с мусульманами их байрам мусульмане празднуют с христианами их праздники ну в общем этим уникален город Мардин и как я уже сказала этот регион ну это удивительно это на самом деле удивительно поэтому вам нужно самим приехать сюда и увидеть насколько не является правдой то что говорят по телевизору пишут в газетах и так далее а правда является то что здесь живут совершенно потрясающие люди различных религий говорят на здесь кстати есть и арамейские храмы здесь говорят на турецком арабском курдском и арамейском языках представляете и все живут вместе все ну в общем мы были поражены этим городом и обязательно хотим вернуться сюда еще раз ну а вот это вот такая беседка своеобразная которую используют на крышах мы видели в одном из домов используют на крышах летом для того чтобы просто отдыхать а здесь представлен традиционный быт для этого региона и видите очень популярный здесь популярная мебель из дерева с прекрасной тоже резину а вот так вот делают сахар а вот так вот эшел это это Добро пожаловать в Казахстан! Ну и напоследок, перед отъездом из Маргана, мы опять решили выпить кофе Дибек. И, друзья, помимо этого кофе, нас угощают здесь еще миндалем вот такого вот различного цвета. Этот миндаль, вот это вот обычный в сахарной пудре. Вот этот со вкусом корицы, а вот этот тоже в сахарной пудре с каким-то вкусом. Оно очень вкусно. Обязательно возьмем вот этот миндаль, мы домой. Килограмм такого миндаля стоит 30 лир. И мы решили взять вот этот вот в белом, в общем, в белой оболочке. Это самый-самый. Еще взяли Дибек кофе. Полкилограмма стоит 20 лир. И вот этот мужчина, Халил Амджа, владелец этого магазина, говорит на трех языках. В общем, угощал нас и кофе, и всякими разными сладостями. Вот эта семья все производят они сами. Орехи, леб-леби, различные пастила. Много-много разных вкусностей. Ну и, конечно же, специи. И владелец отеля показал нам одну из самых дорогих комнат. Называется она Артуклу. И выглядит комната вот таким вот образом. Стоит она вне сезон 250 лир, а в сезон стоит 400 лир. Очень большая красивая комната. Можно на троих взять эту комнату. Ну и покажу вам, как выглядят туалеты и ванны. Мы жили в такой же комнате, чуть поменьше. Очень классные здесь души. В общем, супер. Вода популярна? Популярна. Вот эта комната очень популярна, видите, с такими традиционными. Ну что, дорогие друзья, наше путешествие по Марфе заканчивается. Мы едем сейчас на автобусный вокзал, чтобы доехать до Диар-Бакыра. Взяли такси из центра, потому что очень жарко и достаточно далеко ехать. Примерно час на автобусе посолять из центра, поэтому взяли такси. Ну а в этом видео мы с вами прощаемся и встретимся уже в Диар-Бакыре. Всем всего хорошего.